В общественную приемную Государственной Думы в Москве по адресу Маховая, дом 7, приезжают люди со всей страны. У каждого обратившегося своя боль и своя конкретная проблема, которую человек решил доверить законодателям в надежде на помощь. Чаще всего люди жалуются на недоработки органов исполнительной власти, неправомерные действия сотрудников полиции, на проблемы в системе здравоохранения и жилищно-коммунальной сфере. На этой неделе прием граждан проводил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил как положительный момент, что теперь люди все чаще обращаются к законодателям не с целью получения депутатского запроса или обращения, для того чтобы подтолкнуть решение вопроса, а предлагают готовые законодательные инициативы, способные решить проблемы не только в частном случае, но и в масштабах всей страны. Репортаж нашего корреспондента Владислава Четина. Директор приокско-террасного заповедника Андрей Ивонин отчаялся добиться справедливости в правоохранительных органах Московской области и обратился со своей проблемой в общественную приемную Государственной думы. Андрей Ивонин пытается защитить заповедную зону от тех, кто собирается устроить в ней разработку песчаных карьеров, жилое строительство и охотничьи угодья. Ну и эта борьба с застройщиками привела к тому, что на сегодняшний день меня пытаются снять с должности, на меня возбудили уголовное дело. Четвертого ночи сожгли машину, угрожают семье. Ну, такой беспредел полный. Это все связано с бывшими сотрудниками заповедника, замом по охране, который устраивал там охоты. Это уже вторая половина этого всего дела, что заповедник использовался как охотничьи угодья для местных авторитетов. Сергей Миронов первым делом спросил, есть ли у Андрея Ивонина конкретные подозрения насчет тех, кто за этим стоит. А затем тут же подписал официальные письма прокурору и начальнику ГУВД Московской области. Если что-то пойдет не так, напрямую обращусь выше к новому министру МВД Владимиру Колокольцеву. Пообещал руководитель фракции «Справедливая Россия». Вот сегодня сейчас подпишу письма. Письма пойдут. Реакция может быть двойная. Первая в рамках закона. То есть какая-то реакция и надеяться позитивная. А как же не бывает, реакция может совершенно обратной быть. Ах, ты, значит, жалуются, значит, ты, значит, да? Поэтому, значит, в оперативном режиме, значит, вот этот сайт, который читаю сам. И депутатский парламентский запрос, то есть официально через Госдуму уже, где объявится трибуна Госдумы, что идет. Ну, то есть все будут мероприятия. Добрал? Держитесь. Если эта проблема будет решаться административными методами при непосредственном участии Сергея Миронова, то следующее обращение в общественную приемную Государственной Думы подразумевает участие всей палаты в решении вопроса. Поскольку житель города Аха Сахалинской области Александр Мельчаков приехал в Москву с законодательной инициативой относительно золотоискательства. Александр обеспокоен судьбой сахалинского золота, которое добывают местные жители. Однако реализовать это золото не могут. Физическим лицам по закону это запрещено. У нас много полезных ископаемых. Золото, например. Значит, ну, никто не знает, как, куда его сдать, чем пыть, куда, как использовать. Хотя у нас еще во время царской власти добывали золото, и по 40 тысяч золотых царских рублей проигрывали за ночь. То есть это всегда было. А в настоящее время нет. Ну, например, один охотник, он взял стакан золота, набрал и орехи бьет. Не знает, куда сдать. А другой, все же таки, умелец шахматы отлил, фигурки. Тоже проблема вот у нас такая. Я обращался в милицию, спрашиваю, говорят, не стоит с этим связаться, тюрьма будет. Обращался, значит, геологам. Как вот можно найти, например, или сдать, они говорят, а мы не знаем вообще. Эта тема оказалась близка Сергею Миронову, ведь он по специальности геолог и автор этой одной из самых крупнейших в стране коллекций драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, выставленной в эти дни в Москве по соседству с общественной приемной в геологическом музее Вернадского на Маховой. Сергей Миронов поблагодарил Александра Мельчакова за предложение по законодательной инициативе и рассказал о законопроекте о свободном старательстве, разработанном депутатами «Справедливой России». Старательство, значит, оно должно быть разрешено не только, допустим, какими-то организациями или те, кто там лицензию получил, а вообще абсолютно свободно, потому что у нас огромное число брошенных рек. У нас, во-первых, вы сами знаете, если где-то мыли все, что называется хвосты, то есть когда гидран прошел, значит, там мыть и перемывать еще, можно сказать, еще там тонны лежат, значит, золото. Значит, государство и более того, даже какие-то сучи-сучи компании туда не пойдут. Отдать возможность частному свободному старателю, любому на свой старательист, намывай и сдавай. Сергей Миронов предоставил текст законопроекта о свободном старательстве Александру Мельчакову, чтобы он внес свои замечания и предложения и подарил гостю свою книгу с дарственной надписью неравнодушному гражданину России.